Здравствуйте! Сегодня 758 день большой войны и геноцида развязанных России в Украине. 168 день войны Израиля с террористами Хамаса. 36 день после убийства Путиным Алексея Навального. Еще одна горькая, отвратительная неделя, как еще одна целая жизнь. Беги! Беги в сознание, как сегодня в пятом часу утра спешили жители Киева и Харькова в метро и ближайшие укрытия, привоя, сирены, воздушной тревоги. Еще одна неделя убийств и насилия, агрессии и унижения. Акстись! Замолчи! Сидишь в чужой съемной квартире за 4000 километров от своей преступной родины, жалкий и беспомощный, и произносишь все более и более бессмысленные слова на своем убийственном, великом и могучем. Вы еще помните, что было неделю назад? Вы еще чувствуете? Вы еще хотите анализировать отвратительную, лубочную оргию, гнойную борьбу по выдаче всенародного ярлыка чудовища на продолжение и расширение духовных, традиционных, исконно русских извращений, агрессий, издевательств и пыток. Ах, какие были лица в очередях на неизбираемых участках для голосования и колесования, и все увидели друг друга, и все поняли, что они не одиноки, что Россия – это не только победобестная крыса, но и технократический халуй Дованков, косметологический бизнесмен с физиономией начальника концлагеря. А еще это Жириновский передок Слуцкий и председатель красно-коричневого советского колхоза Харитонов. Это миллионы крепостных соотечественников, ряженых, одевшихся в гражданскую униформу, а также в костюмы медведей, козлов, баранов и царей-императоров. Это сотни тысяч дипломатических подонков, учительниц-фальсификаторщиц, обнимающих в засос стеклянные урны для патриотических вбросов. Это тьмы и тьмы озверевших и выдрессированных стражей исламской революции, и, простите, стражей российского правопорядка, ломающих руки, ноги и жизни, пишущим слова «Навальный и нет войне» на бюль-бюль-бюллетенях. Как писал Тимур Кибиров, «Это все мое родное, это все уе-моё» православно-чекистская масленица, родные блины, застрявшие комом мысли и чувства, зеленка зомбированных несчастных существ, петарды и коктейли Молотова, великое стояние на реке Угре, то есть в очередях солидарности оппозиции, ритуальное кидание путинских бумажек в мусорные урны суверенной демократии. Но в Берлине, Праге, Ереване, Тель-Авиве и еще кое-где нашего антифашистского и антивоенного брата и сестры было много. Зачем только было после полудня против чудовища топтаться по несколько часов, чтобы бросить заветные записки в лицо мясным машинам членов избиркомов. Память Алексея Навального. Протест против фашизма и войны в условиях отсутствия выборов и возможности полноценных гражданских протестов. Но зачем контужно участвовать в гнойной борьбе за антивоенного нового мерзавца? Если вы, мы, даже я знаем, что этот обряд и ритуал абсолютно предрешенное, слишком откровенное, слишком подлое издевательство. Кац, Дек, Венедиктов, 20 миллионов бросов, 100% запахана при стопроцентной явке на оккупированных приграничных и горных территориях. А в какой праздник гуслеров, балалайщников, рэперов, блатных певцов и ресторанных танцоров, сопровождавшихся многоразовыми призывами рожать и рожать, рожать все больше и больше, из уст ведущей Барановской, окунули в свезенных, свезенных откуда только можно и нельзя, студентов, учащихся и работников ЖКХ. Рожать, рожать. Впрочем, Владимир Георгиевич, это я к Сорокину обращаюсь, свальный, зачатевский ритуал, большая, сами понимаете, что прямо на спуске пока не состоялся. ФСБ, РПЦ, ЖКХ, ДНР, ЛНР, 10 лет в родной гавани, 10 лет без права переписки, Москва, Третий Крым, Передок, Авдеевка, Крым, Севастополь, 10 лет в родную гавань. На Васильевском спуске мы предателям спуска не дадим, где так вольно дышит человек, летело над кладбищем Красной площади вместе с паром изо рта Эрдогана, извините, изо ртов хора Турецкого. Но даже на фоне всего этого лакейского, кровожадно-патриотического действия было больно слушать песню Александра Моисеевича Городницкого про то, что Севастополь останется русским. В общем, Крымская крыса, в отличие от предателей, организирующих в Белгородской и сопредельных областях по мирным жителям бить не будет. Поднепровской ГЭС, по жителям Киева, Харькова, Одессы, Львова и всех-всех других городов, придуманные Лениным и Сталином, то бишь родителями Путина, страны будет. А по мирным нет, разве что по казинкам так и быть. И вообще спасибо оппозиции за мою рекордную явку. Короче, не бал вампиров. Вот, скажем, в Туле дети на участке голосования в костюмах блинов из буквы «З» весело маршировали под крики учителя «Улыбайся!» На радостях чудовище с накачанным и перекошенным от счастья лицом впервые произнесло слово «Навальный». Оно поверило, что окончательно убило Алексея и радостно назвало это событие печальным. А 15 марта, в первый день языческого выборного извращения, император Пахан, научивший правильным словам Димку Медведева, а также его уголовные вооруженные силы призвали к возвращению в патриотические исконные объятия Одессу. Убит 21 человек, 80, почти 80 ранены. Женщины, дети, грудные дети. Одесса, русская земля. Погром, прошу прощения, потом Путин и поддерживающие его россияне ударили прямо по матери, по матери городов русских, по Киеву. А сегодня, рано утром, а вот не надо было Гитлера доводить до крайности, вот что ему оставалось, били по предателям всех возрастов в Харькове и Запорожье, до потемнения в глазах, до отключения света и связи. За Грай Ворон, за Грай Ворон, за Казинку и Теткина, родные, за эвакуацию и защиту всех россиян по ту и эту сторону добра и зла, тем более, что в Красноярском крае закрываются исправительные колонии. Все зэки, все комсомольцы, добровольцы, душегубы и рецидивисты, педофилы и каннибалы ушли на войну. Райком закрыт, все ушли на фронт. А не надо режиссерки и поэтки Женя Беркович с драматургесой Светланой Петричук разделять крайние агрессивные формы ислама. Это цитата, цитата исследователя. Это не безумие, это Россия. Ну и на всякий случай напоминаю, что Навальный АА запрещен на территории Российской Федерации. Сие официально зафиксировал суд в новом Уренгое. Был старый Уренгой, а теперь он новый. Соловецкий камень Сиифа. Столько новых репрессированных, что всех уже невозможно назвать. Список пока не отняли, как сказано в Ахматовском реквиме. И есть где узнать. И отдельное спасибо Мишелю. Молодец, Мишель. Мишель Никац какой. Глава Европейского Совета Шарль Мишель поздравил Путина с победой еще 15 марта, в самом начале патриотического электорального ритуала. Цитата. Я хотел бы поздравить Владимира Путина с победой на выборах, которые начинаются сегодня. Никакой оппозиции, никакой свободы, никакого выбора. Спасибо, Мишель. Ваша остроумие и моральная поддержка особенно актуальны на фоне смертного боя и погрома Одессы, а также острого дефицита боеприпасов у защитников демократии и своей страны от жестокого агрессора, угрожающего всей Европе. Заочно осуждены, заочно арестованы, заочно живы и заочно мертвы. Россия. Россия. Сербия 4.0. И никакой боли. Только Чаев. А кенгуру? Жалко. Очень жалко кенгуру. Самку-кенгуру, погибшую в Белгородском зоопарке после обстрела. Очень жалко. Как не понять боль и скорбь работниц и работников зоопарка? Они никогда не забудут свою кенгуру. Во время фашистской захватнической войны России против Украины убиты уже полмиллиона человек и десятки тысяч животных, в том числе в украинских зоопарках. Но они не забудут. Если забудут тебя кенгуру, ручная кенгуру, Гранди, по сообщению на официальной странице зоопарка была особенной. Она переехала к нам из Санкт-Петербурга осенью 19-го года и сразу же очаровала нас своим дружелюбием, кротостью и абсолютным бесстрашием. Очень жалко кенгуру. А как жалко Василия Уткина, огромного, грациозного, очень талантливого футбольного комментатора и человека. Он скоропостижно скончался от тромбоэмболии легочной артерии. Создатель нового футбольного языка, речи, интонации. Умный, гордый, ранимый, обидчивый, страдавший последние 10 лет из-за необходимости договариваться с самодовольными медийными халуями и халуйками ради возможности комментировать футбол на федеральных каналах. Его унижали. Он терпел, багровел, а потом взрывался, называя самодуров и самодурок их собственными именами. Он выступал на митингах российской оппозиции. Он поставил на место мерзкую карлицу Соловьева. 24 февраля 2022 года Василий написал у себя в социальных сетях, что это худший день жизни. Худший день в жизни. Больше о преступной войне России против Украины он публично не говорил. Отлученный от официальных СМИ, он продолжил заниматься отечественным, коммерческим и невменяемым футболом на своем ютуб-канале и в своем любительском клубе. На фоне фашизма и беды критиковал Дзюбу и перспективы Екатеринбургского Урала. И умер, не дожив до 53 лет. Вчера, перед началом подставного товарищеского матча сборной России со сборной Сербии на стадионе Динамо-Вэб официально была объявлена минута молчания памяти легендарного комментатора. Те самые болельщики, что так громко и навсадно любят покричать «Русские вперед!» и «Россия!» «Россия!» все, как один, поднялись со слезами на глазах и по истечении мемориальной минуты зааплодировали. Шел 758-й день большой войны и геноцида развязанных Россией в Украине. Воронка словно в ванна Пади переплыви Опричники Ивана Купаются в крови По Белгороду Курбский Стреляет Без затей От дрона Гибнет Курский Наш славный Соловей Крапленый Танк Армата Крушит Вишневый Сад Плывет По небу Вата Летит В кромешный Ад Пошли мне Бог При парке Когда я Умру Безвинно В зоопарке В вольере Кенгуру Победы Украине Вечная память Алексею Навальному Свободы Всем Заложникам Время Сознания 22 Марта Сергей Гибград Орд Волб Волб Как tipping Спасибо за просмотр! Продолжение следует...